Здравствуйте! В студии Ксения Каста. В эфире выпуск. И это итоги уходящей недели. Сегодня в программе. Испать самородки в регионах. ЛДПР предлагает воспитывать чемпионов в сельской местности. Поможет программа «Земский тренер». Сколько не дай, все мало. Владимир Жириновский считает, что Дальнему Востоку нужен хозяин. Нет маски, иди пешком. В столице ужесточили контроль за средствами индивидуальной защиты. На этой неделе Левада-центр провел опрос россиян на тему уровня доверия к политикам. Первенство одержал президент Владимир Путин. Его рейтинг вырос до 33%. По мнению специалистов центра, это связано как с ослаблением карантинных мер, так и с ростом критики со стороны западных политиков в связи с отравлением известного блогера. На втором месте по уровню доверия Владимир Жириновский. Его предложения по решению безработицы в стране, поддержки многодетных, пенсионеров и студентов вызывают у россиян симпатию и большое доверие. Мы решили провести собственный опрос и выяснить, чем москвичам импонирует председатель ЛДПР. Владимир Жириновский первый после президента. Согласно опросу Левада-центра, председатель ЛДПР стал вторым политиком в стране по уровню доверия россиян. Утром думал, что уже выборы прошли, все это. Ничего на радостного, ничего нет. Что же такое? Как раз поступило. Из запроса Левада-центра следует, что в августе и сентябре о доверии к президенту сообщили 33 опрошенных. На втором месте лидер ЛДПР. 13 в августе и 14 в сентябре. Остальные все после нас. Впервые за последние годы доверие у людей вызвал не кто-то из членов правительства, а лидер думской оппозиции. За годы работы фракция ЛДПР во главе с председателем инициировала сотни законов, направленных на социальное благополучие народа. Тысячи митингов, поезда и автобусы от фракции. Миллионы километров по всей России. Выступления, лекции и просто обычное общение с людьми, когда вопросы и проблемы могут решиться тут же на месте, а не в высоких кабинетах. Мы политическая структура, мы должны помнить наше предназначение, чтобы никакой вражды больше не было, чтобы ни одной капли крови, чтобы спортсмены выезжали на любые соревнования, чтобы никто нигде не закрывал русские школы, чтобы везде, где нужно, поднимался русский флаг, чтобы было так, как при Екатерине Второй. Ни одна пушка в Европе не могла стрелять без решения русской императристии. Мы должны с вами снова величествовать. У нас есть мощная арка. До здравства и Россия, до здравства и русских народов, до здравства и ЛДПР. Вперед! От депутата местного уровня до депутата Государственной Думы и губернатора люди видят и чувствуют реальную работу и поддержку. Жириновский обожаю, обожаю. А почему второе? Нет, действительно, вы знаете, он все, что говорит, все сбывается. У него прогнозы великолепные и эрудит просто прелесть. Жалко, он лекции не читает. Обязательно схожу, если будет. Если у кандидата есть люди, которым мы доверяем, значит, на то есть причина, я так считаю. Да, Жириновского уважаю. Уважал, уважаю и буду уважать. Это просто... Господин 2020, это грамотный, умный... У меня просто нет слов. Офигенный мужик. Социологи отмечают, что в последнее время рейтинги самых популярных министров заметно просели, а рейтинг Владимира Жириновского, наоборот, вырос. И этот уровень доверия – показатель истинной народной любви. Одной из основных тем уходящей недели стали события в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Несмотря на прошедшие в Москве трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, в результате которых Баку и Ереван договорились о перемирии в гуманитарных целях, в регионе почти сразу же продолжились бои. Возможно ли разрешение конфликта? Мнение Владимира Жириновского. – Последнее окончательное решение от ЛДПР, и лично от меня. Раздел Карабаха. Каким образом? Между Карабахом и Арменией есть азербайджанская территория. – Семь районов. – Нет, не семь. Семь вокруг. – Два. – Два всего. – Ну семь, пять и два. – Вот Армения, вот Карабах, вот Карабах. Вот здесь территория, два района. Остальные вокруг. Мы берем часть Карабаха и эту часть и соединяем с Арменией. Будет безопасность. А остальную часть присоединяется к Азербайджану. И закрываем тему. Нет больше Карабаха. Есть Степанакерт, есть Шуша, есть там все районные центры. Но как такового административного, административной единицы, Нагорно-Карабахская автономная область, нет такого. И тогда не за что бороться. – А районы чьи? – Что? – Ну становится Шуша, район чего? – Они Азербайджану отходят. Все. Карабах делим, допустим, 30% вместе с той территорией Азербайджанской, которая между Арменией и Карабахом, к Арменией. – То есть Степанакерт армянский, а Шуша – Азербайджанский. – Шуша она была, она дальше, и она была, так сказать, чисто армянские районы. Их можно там вполне скомпоновать, допустим, те, кто ближе к Армении. Южно-восточный, юго-восток, как на Украине. Юго-восток к Армении, а северо-запад, весь, северо-восток, север, нет, здесь восток, наоборот, здесь запад, юго-запад этого плато к Армении, а северо-восток переходит к Азербайджану. Только так можно решить. Еще одно из горячих событий недели – волнение в столице Киргизии. Накануне президент республики Саранбай Женбеков все же объявил о своей отставке. Он заявил, цитата, «Я не хочу остаться в истории Кыргызстана, как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Для меня мир в Кыргызстане – целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего». Конец цитаты. Почти сразу после этого протестующие стали расходиться. Парламент страны объявил о снятии режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Павел Шперов присутствовал на прошедших выборах в качестве международного наблюдателя. Он полагает, что протесты в Кыргызе – это уже определенная традиция. В Кыргызе – это традиция. То есть, что бы у них ни произошло, там, выборы, там, еще какие-то мероприятия, но обязательно будут беспорядки. Поэтому, собственно говоря, все ожидали, что они будут. Был вопрос, в каком количестве и с какими последствиями. Придко у них на центральных площадях, в принципе, перекладывается каждый год. Поэтому, в общем-то, ну, скажем так, привычное времяпрепровождение. Ну, как бы, разгромили полгорода. Ну, вроде бы, ситуация немножко затихает. На самом деле, вся проблема Кыргызи – это ее клановость. То есть, очень серьезное клановое деление. Это, скажем так, северная часть народа, южная часть народа. И плюс внутри, там, севера и юга тоже свои кланы, семьи. Каждая из них, в общем-то, что-то претендует. И в итоге получается вот такая ситуация. То есть, каких-то более глубоких проблем в данный момент нет. То есть, это клановое деление. Разумеется, оно поддерживается со стороны Запада, со стороны той же самой Турции. Но сильно на политическую ситуацию не влияет. Во всяком случае, антироссийских выступлений там нет. И для нас это самое важное. То есть, как бы они варятся в собственном соку, разбираются между собой, решают какие-то свои проблемы. Но вот с точки зрения внешнеполитического выбора, там пока все нормально. И радует то, что очень большое количество местного населения, именно киргизского населения, в Бишкеке разговаривает на русском языке. Особенно молодежь. То есть, во многих других странах молодежь уже практически не разговаривает на русском языке. А в Киргизии, в городе, именно в Бишкеке, количество молодежи, разговаривающих на русском языке, больше, чем количество старшего поколения. Это в данный момент нас очень сильно радует. И необходимо эту тенденцию поддерживать. Фракция ЛДПР на этой неделе провела в режиме видеоконференции встречу с главой Министерства труда Антоном Котяковым. Владимир Жириновский поднял не очень популярную тему – уход за инвалидами первой группы. По мнению председателя ЛДПР, это титанический труд, требующий колоссальных финансовых вложений. В этой связи правительство обязано обратить внимание на эту группу граждан и материально поддерживать тех, кто ухаживает за такими людьми. Поддержать ухаживающих за инвалидами первой группы. Ну, у нас, когда за детьми-инвалидами уход 10 тысяч получают, а за взрослыми-инвалидами первой группы всего 1200. Я сам столкнулся с родственниками, у меня тёща долго болела, вся старшая сестра. Это адский труд. Надо же как-то нам подумать всё-таки, может быть, выплачивать тем, кто ухаживает за взрослыми-инвалидами первой группы, хотя бы такую же сумму – 10 тысяч, хотя здесь надо больше платить. Рынок даёт плату 50 тысяч сиделка, а за лежачим больным нужно 2 сиделки, 100 тысяч семья. Где она найдёт такие деньги? Домохозяйки у нас брошены. Это тяжелейший труд. Они нигде не работают, если, то у них нет никаких доходов. Мы бы хотели, чтобы они тоже получали пособие в размере, минимального размера оплаты туда. В школах хорошо бы вести обязательную профориентацию, потому что наша молодёжь получает профессию, но она не востребована на нашем рынке труда, а или же они не могут её правильно выбрать своевременно. И потом они оказываются в рядах оппозиционеров. То есть мы сами плодим. Это ведь профориентация больших денег не требует. Загадочный для миллионов россиян термин «потребительская корзина» может исчезнуть как один из главных социально-экономических показателей уже со следующего года. Произойдёт это в случае принятия законопроекта, в котором будет установлена новая методика определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных в ходе видеоконференции с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым затронул вопрос перспектив потребительской корзины. Потребительская корзина, этот показатель, он является ключевым для расчёта многих социальных выплат, социальных обязательств, связи с гарантией, в частности, и минимальный размер оплаты труда. Но сам порядок расчёта, это продуктовая корзина, его методика, определение цен на продукт, определение самой корзины, её состава, он вызывает много вопросов. Ещё работая в Саратовской областной думе, мы не раз указывали на это, что те цифры, которые указываются в продуктовой корзине, в статистике, они совершенно не соответствуют действительности по нашим представлениям, по нашим проверкам, приходя в магазины, реально смотря на цены. Соответственно, от этого страдает и минимальный размер оплаты труда и другие социальные выплаты. Каково ваше мнение, объективно ли составляется продуктовая корзина, соответствуют ли реальности те цены на продукт, которые там указываются, и не пришло ли время как-то модернизировать и реформировать порядок его расчёта? Я понимаю, что эта полномочия больше региональная, но, наверное, подход здесь должен быть общефедеральный по расчёту этой корзины. Спасибо. Я, знаете, всецело поддерживаю всё, что вы сейчас сказали, по одной простой причине, что мы действительно видим на сегодняшний день серьёзнейший перекос в существующей методике определения прожечного минимума. В первую очередь, то, о чём вы сказали, это ценообразование, ценообразование в отдельных субъектах Российской Федерации. Второе, это, наверное, сам состав потребительской корзины, потому что она не актуализировалась уже несколько, не то чтобы несколько лет, более десяти лет актуализации потребительской корзины не было. И тот набор продуктов питания, который сейчас в неё входит, во многом, скажем так, не соответствует современному нормам потребления, которые сформировались в обществе. Именно поэтому на сегодняшний день правительство Российской Федерации по тем предложениям, которые были подготовлены Министерством труда, сформировал совершенно иной подход по определению прожечного минимума и минимального размера плата труда. Мы проанализировали международную практику по этим показателям и видим, что в большинстве стран на сегодняшний день уже используется относительный порядок определения прожечного минимума и минимального размера плата труда. Чаще всего прожечный минимум определяется в относительной величине от среднедушевого дохода граждан на территории того или иного государства. Именно минимальный размер плата труда привязан через процентное соотношение к средней, к медианной заработной плате. Соответственно, два этих медианных показателя очень хорошо характеризуют и потребление, и уровень доходов работающих граждан, и в свою очередь, в нашем понимании, должны, скажем так, лечь в основу новой методики определения ПМ и МРО. Кроме того, мы также понимаем, что с учетом тех показателей, тех задач, которые перед нами ставит руководство страны, о необходимости снижения количества бедных на территории Российской Федерации, нам необходимо все-таки идти по пути более высокими темпами роста минимального размера плата труда относительно прожиточного минимума. И эта методика позволяет это сделать. То есть в рамках предлагаемой правительственной методики, новой методики, минимальный размер плата труда растет более высокими темпами, чем прожиточный минимум. С учетом всего этого, и с учетом того, что мы законопроект в бюджетном пакете для сегодняшнего правительства внесло на площадку Государственной Думы, я бы очень хотел обратиться к депутатам фракции ЛДПР за тем, чтобы они поддержали данный законопроект, потому что он в значительной степени соответствует как раз тем принципам и того видению, о котором сейчас сказал депутат Пенников. Для полноценного развития малых городов и сельской местности необходимо запустить программу «Земский тренер», считает глава Думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Парламентарий уверен, что будущие олимпийские чемпионы вполне могут жить и у себя в регионах. Но туда должны быть направлены тренеры, а для этого необходимо заинтересовать их материально. Родилась идея как раз по образу и подобию земского доктора программы «Земский тренер». На самом деле, эта программа, она, безусловно, должна включать в себя единоразовое пособие. В основном, это, конечно, должны быть выпускники вузов и среднего образования спортивных и высшего образования, то есть молодые специалисты, которые должны получать единовременную выплату. Плюс, безусловно, конечно, нужно учитывать еще и жилищные условия на местах. Я думаю, что при такой поддержке, конечно, мы тогда сможем привлечь молодых выпускников как раз именно в сельскую местность для того, чтобы они могли там строить и свою карьеру, и самое главное, что тренировать наших детей. Безусловно, в совокупности к этой программе, и мы об этом обсуждали этот вопрос с министром спорта, нужно еще предусматривать строительство плоскостных спортивных сооружений, потому что мы понимаем, что во многих местах, что толку, если появится тренер, если там нету спортивных сооружений и негде детей тренировать. Поэтому должна быть программа именно в совокупности, то есть должны и появляться тренерский состав, и должны появляться спортивные сооружения, на которых наши дети смогут обучаться, проводить и время, и проводить спортивные мероприятия. Тогда, безусловно, мы сможем к 2030 году выполнить то поручение президента, которое он дал на последнем совете, это довести уровень занятий спортом в Российской Федерации до 70%. Это на самом деле большой вызов, и просто так это сделать невозможно. Поэтому здесь должно быть Сенегля, то есть должны быть и, безусловно, и Министерство спорта, и Министерство просвещения вместе, и, соответственно, должен подключаться региональный бюджет, потому что регионы должны быть здесь заинтересованы. На развитие Дальнего Востока в следующем году выделят свыше 40 миллиардов рублей. Нынешнее положение в регионе глава Минвостокразвития Александр Козлов сравнил с ситуацией из Крыловской басни про лебедя, рака и щуку. По мнению чиновника, все отрасли стремятся в разные стороны. Недавно утвержденная программа социально-экономического развития Дальнего Востока, которую ЛДПР разработала еще в 2012 году, по мнению Козлова, позволит все проекты, алгоритмы их реализации и социальный эффект связать воедино. Владимир Жириновский жестко раскритиковал деятельность главы Минвостокразвития и заявил, что региону необходим хозяин. Мы дали программу развития Дальнего Востока, там 20 пунктов, ничего не выполняется. Козлов сейчас министр Дальнего Востока, до него Галушка. Ну что они сделали за 10 лет? Ничего не сделали. Есть вице-премьер целый, Трутнев. Ну и что он сделал? Он фамилию свою оправдывает. Дальний Восток требует хозяина. Вот Дегтярев в перспективе мог бы стать начальник Дальнего Востока. Все 9 субъектов объединить. Это почти там 20 миллионов человек. Вместе там, по-моему, с Забайкальским краем присоединились сейчас и Бурятию. Вот там нужно развивать так, чтобы закипело, все забурлило. Главный принцип развития – безналоговая экономика. Но деньги вывозить нельзя. Заработал – и там все трать. И будет бешеное развитие. Но не хотят, не хотят. Не хотят демократию. И потом получаем Белоруссию. Не хотят нормальные выборы. Получаем Киргизию. Не хотят нормально решать национальный вопрос. И тогда получаем Карабах. Накануне в зале Хабаровского музыкального театра прошло первое заседание Народного совета. Этот коллегиальный совещательный орган создан по инициативе в Рио губернатора края Михаила Дегтярева. Его основная задача – наладить связь между властью региона и жителями. Участники совета смогут обсуждать не только наиболее актуальные общественно-политические проблемы, но и предлагать пути их решения. Состоялось первое организационное собрание Народного совета. Более 320 человек отобраны. Сейчас завершается подготовка распоряжения правительства Хабаровского края о его формировании. Огромное спасибо всем, кто высказал критические замечания, предложения, свои идеи. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто неравнодушен к будущему Хабаровского края, кто хочет работать совместно с правительством Хабаровского края, со мной. Большое спасибо. Каждые три месяца будем дополнять Народный совет новыми членами. Некоторым, кстати, не нравится то, что диалог налаживается у правительства, у моей команды, у меня лично, с обществом. Идут разные провокации, критика. Мы на это внимание не обращаем. Теперь о текущей экономической ситуации, о других важнейших делах. Во-первых, отопительный сезон мы начали чуть пораньше. Запустили тепло в объекты социальной сферы. Благодарю за работу всех сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Большое вам спасибо. Продолжаем в том же духе. Работать слаженно и в интересах людей. Быть дружелюбными. Дружелюбной должна стать не только социальная сфера, но, конечно, сфера ЖКХ. Далее. Коронавирус наступает. Мы фиксируем серьезный рост заболеваемости. Каждый день умирают люди. Сегодня на искусственной вентиляции легких у нас 22-23 даже человека. О мерах, которые будем предпринимать, сообщим вам дополнительно. Следите за новостями. Стройки нагоняем. К сожалению, мои предшественники оставили мне очень много недостроев. Разные причины. Здесь и неумелое хозяйствование, и суды, и взаимные претензии, плохое проектирование. Ну, много всего. Поэтому по ним, по всем, по этим стройкам мы работаем в индивидуальном порядке. С 16 октября в российской столице установлен усиленный контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте. Накануне Роспотребнадзор запретил пускать в транспорт пассажиров, у которых не будет индивидуальных средств защиты, даже если они оплатили поездку. Следует отметить, что московская полиция уже начала штрафовать нарушителей, не соблюдающих масочный режим. Санкция за отсутствие средств защиты составляет 5000 рублей. Известный телеведущий Владимир Познер призвал власти существенно увеличить сумму штрафа для людей без масок. Между тем, Владимир Жириновский считает, что таким образом нужно штрафовать публичных людей, которые пренебрегают ношением масок. Несколько раз просили некоторых врачей, журналистов, телеведущих не говорить эти глупости, что маски не нужны. Вся планета одела маски. Везде штрафуют за отсутствие масок в общественных местах. Они, да не надо, да не обязательно. Врач. Что за врач? Диплом отобрать у одного врача такого? Другие будут думать головой. Даже если бы не было пандемии. Это элементарная гигиена. Мы же говорим мыть руки перед едой. Это вот постоянно соприкосновение с отравленным воздухом, отравленная среда. Нет, не надо. Все вот так вот. За лихваски. А теперь вспышка. И умирают. Заболело уже почти 40 миллионов на планете Земля. И у нас десятки тысяч заболели и умирают. Ну вот в Москве ошрафовали уже 96 тысяч человек за то, что появляются без масок. Ученые подтвердили, что вся зараза от молодых, от 18 до 40 лет, они заражают всех. Ибо они переносят на ногах, они не знают, что они больные. И инфекция идет и среди старшего поколения. То есть разносчиками заразы уже определенно. Является молодежь от 18 до 30-35. И они друг друга заражают. Все эти дискотеки, флешмобы, прогулки, гуляния и так далее. Поэтому нет возрастных границ здесь. Отличных вам выходных и побольше хороших новостей. Это были основные события уходящей недели. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok